привет друзья сегодня поговорим о психосоматике и сегодня еще мы покушаем это пигоди корейский но сегодня у нас такой джайский обед почему потому что если честно не знал что покупать и пошел в магазин за водой самал и думаю и увидел там такой аппарат поставили она как монтоварка такая прозрачная и там вот эти стоят пигоди одна штука здесь с говядиной и другая там кукуруза еще что-то не накидали честно говоря с кукурузой пигоди я вообще никогда не ел хотя вроде это корейское блюдо но мы здесь так не извращаемся это вот и южнокорейская наверное тема вот поэтому следующий выпуске надеюсь будет что-нибудь по как-то побогаче будет что ли сегодня такой одна штука стоит 300 тенге это примерно там 70 центов или там 60 центов чтобы люди и вот и вот сама вода вы какую пьете с газами или без газа мне нравится последнее время почему-то с газом но она как-то надутая и мне очень это сильно пугает посмотрим выпусти пар взорвется нет нет не взорвется они вот видите все-таки сильно газированная вода очень вот и попьем ее давайте для того чтобы промочить горлышко я бы сказал посмотрим и попробуем наши пигоди дрожжевые они кстати очень многим нравится в астане я увидел еще такую знаете штуку вам говорят с начинкой или без начинки я где-то что значит с начинкой без начинки они берут его вот так еще пополам разламывают туда морковку уложит салат и еще майонез с кетчупом но так не едят но вас в астане почему-то все где на базаре виделся так едят все давайте попробуем не потом уже про психосоматику скажу потому что меня охота попробовать насколько-то вкусно невкусно домашние мне кажется все равно вкуснее будут ну вот честно если сказать я надеюсь вот это вкуснее кажется все таки мы будем просто разговаривать потому что притворяться на камеру я не могу мне не нравится вкус дико не нравится короче если будете брать не берите просто с говядиной потому что такое ощущение как будто в дрожжевое тесто завернули начинку от сам связать им ну такое а это попробуем это не было бы казахстаном и здесь представляете начинка тоже из говядины хотя полки были здесь должно быть из говядины здесь из кукурузы я бы я покупал как разная в общем мой эксперимент закончился фиаско как мы не забывайте не за вы чё делаете вот так когда вам невкусно вы можете там типа в ретесте я почему-то врать не могу насчет едно еще врать не умею а насчет еду еще на камеру никогда не покупайте такую дичь есть наверное вкусные и но здесь начинка вообще такая себе не знаю мне сильно не нравится но ну-ка дадим нет дадим еще шанс шанс вы профукали я честно не такой нет все надо убрать это есть можно когда помните данди по прозвищу крокодил сейчас тест на возраст фильм его когда спрашивали как на вкус крокодила он жрать можно на вкус дерьмо вот есть можно на вкус дерьмо вот число вот психосоматика что такое психосоматик очень многие говорят что это какая-то дичь это неправильно неправда шаралтасово какое-то и так далее да но психосоматические заболевания нереально существуют причем существуют серьезные заболевания да мы же так и называются байки с психологом на ли баки психолога в том плане что бывали случаи когда человек приходил с каким-то заболеванием серьезным и он выздоравливал и скажу вам то что из десяти человек которые обращаются примерно трое наверное выздоравливают семь человек либо поздно не пришли либо сделали неправильный выбор да то есть но вот так и сейчас же очень часто у многих там другие болезни же нету кроме онкологии заняты сначала была онкология потом коронавирус у коронавируса кто же есть психосоматика типа живу не ярко нежелание жить нежелание дышать то есть и это психосоматика на самом деле хотя и конечно это вирус нами все понимаю там рынка днк там начинают там все это тоже поизучал чуть-чуть но всем рекомендую есть на youtube канале вообще на youtube и youtube канал не помню какой биология поведения человека называется называется ряд лекций где очень грамотно и популярно объясняется что такое не коронавирус вообще днк и как связано с рнк это да потому что как выяснилось что в днк очень большую роль влияет вот эта цепочка вот этой кислоты где нет никакой информации и вот именно вот в этих в пустотах заложены команды которые как реагировать будет иммунитет как будет развиваться днк то есть пункт управления это вот эти пустоты между генами могу что-то напутать в общем кому сильно интересно зайдите биология поведения человека это стэнфордские лекции целый год я смог прослушать их по моему 8 или 7 и у меня голова стала пухнуть я дальше этот но начинает очень грамотно очень аккуратно вот так вот я очень сильно убежден что у всего что происходит с тобой тел с твоим телом есть определенная психосоматика эзотерики говорят вот так что когда ты делаешь что-то что не со не согласуются с твоим внутренним своей внутренней душой то есть свои внутренним я то есть если ты совершаешь действия которые противоречат как бы созиданию твоей души то то тело начинает болеть что это значит это значит что если допустим ты что-то делаешь и тебе кажется что ты виноват в чем-то у тебя будет болеть желудок то есть это люди которые всегда во всем виноваты у них болит желудок там язва там потом этот гастрит и там и так далее почки это страхи правая почка мужские страхи левая почка женские страхи печени это агрессия и обида вот глаза это нежелание видеть анатолий некрасов говорит что это духовная слепота у некоторых возможно потому что у меня был опыт когда я пришел к нему на тренинг у меня было зрение знаете у меня я не видел часов время не мог посмотреть и после первого дня тренинга у меня как бы я начал видеть что у меня написано на часах это было для меня очень сильно удивительно сейчас у меня зрение как бы я вижу но еще вот иногда перед ну время от времени мелкая моторика она ну пропадает вот мелкие какие-то части я мне приходится прям зрение напрягать вот ноги это нежелание идти руки не принимают то что я делаю с собой да глаза это нежелание видеть уши нежелание слышать вот это вот то что поверхностно да то что вам там там то есть еще может делиться делиться там бедра это прошлое голень это настоящая из и стопы это будущее да то есть это твои действия какие-то которые ты совершаешь и с которыми твоя душа не согласна это тогда когда ты идешь не своим путем не своей дорогой и тогда у тебя внутренний конфликт вызывает вот эти вот психосоматические заболевания мое глубокое убеждение заключается в том что даже если тебе как этот на бронской на голову свалился кирпич то в этом есть психосоматика помните мастера маргариту да кирпич на голову просто так никогда не падает вам во всяком случае он нисколько не грозит вот то есть человек у которого есть определенная судьба или этот у него какие-то вещи случаются в любом случае руки вот очень многие этот большой палец это не хочу отпустить если это на левой руке это не хочу отпускать женщину это маму это сестру это бывшую это настоящую то есть это вот они указательный палец все равно по моему будет это тогда когда я подавляю женщину да или у меня с ней конфликт и я давлю подавленная сексуальность это когда не дают подавленные эмоции это тогда когда ты не можешь высказать свои претензии кому-то но женщине и мизинец это не примирение да это тогда когда мы поссорили сильно это тогда когда я не простил вот на правой руке все что связано с мужчинами не хочу отпускать бизнеса работу мужчину не хоть все равно по моему будет это тогда когда я подавляю давлю и вот только я знаю подавленные сексуальность когда я в себе подавил если этого женщины когда мы подавлю сексуальность это тогда когда секса хочется а ты как бы ее тоже подавленные эмоции с мужчиной либо у меня как у мужчины я подавил свои какие-то эмоции не хочу и 40 здесь папа брат здесь начальник все вот это вот быстро зубы очень часто спрашивают сейчас я за зубы это зубы связаны со страхом что ты не сможешь заработать еще денег то есть это вот но такой это же жевательные такие же фуции это тогда когда ты не уверен что все получится еще агрессия бывает это тогда когда зубы крошатся и ты злишься это и не можешь победить да то есть это такая прям высокая боль агрессии вот верить в это или не верить потом поджелудочная железа это тогда когда я себя не хвалю да то есть это отсутствие внутренней похвалы и люди которые болеют сахарным диабетом если вы попросите их сказать там похвалить себя за что-то они не могут и беда знаете в чем еще что когда ты говоришь тебе надо себя хвалить многие люди не могут или не понимают различий между тогда когда ты выпендриваешься и тогда когда ты себя хвалишь то есть я там крутая я там вот это вот это не нужно ли я крутой я молодец на то я заправил постель я молодец я почистил зубы я молодец приготовил там еду я молодец купил воду я молодец полил цветок я молодец то есть себя нужно хвалить это отсутствие внутренней похвалы когда же нежелание знаете вот бывают у людей когда не хватает жизненной энергии тогда тело приобретает немножко у европейцев синий цвет а у азиатов чернее мы вот это тогда когда жизненная энергия нам подавлена это тогда когда жизненная энергия не идет это тогда когда нет радости это тогда когда не хватает сил и тебе кажется что ты такой ленивый на самом деле это сильно устал и ничего не хочет делать дальше вот это что делать в таких случаях это тогда когда ты чувствуешь холод изнутри да то есть так это чувство что изнутри у тебя у тебя постоянно мерзут ноги и руки постоянно холод это значит нужно поднимать свою внутреннюю энергию даю наколочку если вы не хотите ко мне приходить допустим или вы хотите как-то это сами сделать обратите внимание на кундалини йогу это раз обратите внимание на дыхание хоффмана это 2 это я сейчас говорю то что вы можете сделать самостоятельно обратите внимание на око возрождение обратите внимание на бачату обратите внимание на прыжки с тарзанки обратите внимание на фаер-шоу какой но не посмотреть а чтоб ты там сам да то есть там где много огня жизни там где охота жить там где страсть то есть туда вот конечно если ты сами изнутри такой подавленный холодный то тебе будет тебе будут эти задания немножко дискомфортно да немножко конкретно дискомфортно вот но проделав это у тебя но определенная энергия вернется но тебе нужно будет делать так как ты самостоятельно это делаешь тебе нужно будет делать это минимум полгода в год не надо с тарзанки прыгать каждый год ну каждый день это нужно один раз чтобы ты понял что хочешь жить а вот бачату каждый день в течение года кундалини йогу каждый день око возрождения каждый день то есть дыхание хоффмана каждый день это если ты хочешь сам себя вытащить помочь себе вот это психосоматика вот этого холода это хроническая усталость там же да если честно то психосоматику видно по человеку ну вот так то есть он встает и начинаю с ним работать я подсоединяюсь человеку на уровне биополя если хотите или там ауры кто в того что верит и я могу считать по мне по моим каким-то признакам внутренним на мои на на моей интуиции на моей насмотренности это настроено и я могу сказать где болит с чем человеку работать на что обратить внимание но знаете я не говорю каких-то плохих вещей да то есть они мне говорят там я если какие-то рекомендации дают то есть это вот но вот такие позитивные это сделай вот это иди туда обрати внимание на это то есть такого не будет а все пропало до кончиков гарри поттер гарри поттере там это гремлин то есть так такого не будет то есть я считаю что человек любой тем более психолог там коуч он должен давать грамотные рекомендации да то есть он должен пояснять так он должен показывать точки роста они точки где все плохо то есть ты должен здесь вот это сделать и здесь подрастешь вот и психосоматика допустим онкологии с чего мы начали это обиды на людей да то есть это очень важно прописать письма прощения я не не говорю что нужно отменять все лечение там и так далее да то есть в любом случае я считаю что консультироваться с врачом и какое-то лечение нужно проходить но действительно ты ничего не теряешь если ты будешь просто писать прописать письма прощения тебе будет намного намного легче жить и воспринимать все печень допустим нужно тоже через письма прощения там где-то проплакать что-то прокричать можно постоять самостоятельно еще на гвоздях но это нужно сначала наверно пройти какой-то курс обучения как на них стоят и после этого потом стоять еще на них но в любом случае в мой можно купить или гвозди они эти доски недорогие встал постоял подышал проорался проплакал единственным там знаете многие путают многие терпят да то есть вот эти доски садху да не по называются нужно кричать и плакать не нужно терпеть и поднимаются ты внутренние страхи наверх и даже один умник тут появился что типа говорит что это вредно вредно когда ты стерпел это правда одну будет тебя там триггерить кошмарить и так далее но если ты правильно все с ними проработал то в принципе ничего страшного важно стоя на досках дышать и плакать кричать и все и оно должно выйти то есть все заблокированные эмоции блоки они должны просто себя изрыгнуться и тебе станет сильно-сильно легче что еще можно сделать самостоятельно с психосоматическими заболеваниями это прощение это благодарность почему потому что благодарность и я не знаю вы напишите в комментариях правда или нету тому по умнее меня обязательно всегда находится кто-то у благодарности чистота вибрации выше чем у любви это правда или нет напишите в комментариях обязательно почему потому что я так запомнил но у меня сомнения мне кажется что любовь это самая высокая частота которая вот но есть выбрать вибрация но где-то я прочитал или услышал что у благодарности чистота вибрации выше чем у любви но в общем уточнитесь утверждать не не берусь вот теперь еще бы хотел затронуть какие-то вот такие вещи которые связаны с энергетикой потому что многие не понимают смотря мои видео почему люди вдруг начинают плакать да не сидят и плачут некоторые люди приходят на мастер-класс тоже ревут и не поймут и что со мной почему я плачу мужики орут прям бывает да то есть у меня был случай когда приходит мужчина знаете он такой килограмм 120 весит может 110 как я где-то и он вот очень то сессия странно началась он так пришел силы но но на ногу на ногу закинула говорит вообще в эту всю херь и вашу не верю вы представляете с этого начинается сессия сессии идет там 40 60 минут и когда она начинается вот в такой блокаде то это ну немножко это ты понимаешь что это сложная сессия будет но как всегда ярлыки не работают я сел ягод знаешь ты можешь мне не верить в эту всю неведомую хрень но тебе ничего не мешает просто попробовать ягу пять минут подышите отпущу он хорошо его привела сестра по моему или мама я не знаю типа ему плохо давайте ему поможем он стал я бы закрою глаза сделаю глубокий вдох выдох и он ягу сделает на 20 вдохов и выдохов только глубоких и он стоит дышит и у него чернеет правая рука то есть она становится прям черная его какие у тебя взаимоотношения с твоим папой вот если честно это прям яркий такой пример он упал на пол и начал орать просто визжать у с него тек пот он это было ужасно если честно я несколько был удивлен происходящим пошли его даже но не трону я сидел просто удар на диване сидел на него смотрел а он вот по полу катается и визжит там что-то орет 40 минут это продолжалось не утек пот он плакал он кричал в какой-то момент конечно я подключился выдавил это все там помог ему в подушечку он проорался и он во первых поблагодарил очень сильно я бы что случилось но что с отцом было он будет когда ему было лет пять может там шесть лет и он на улице где-то играл и отец пришел вот ну типа звать домой не пришел под выпивший и он его ну на пинках да то есть ребенок маленького могут у меня пнет я вот так падаю лечу и он не опять пинает и вот так он его как мяч футбольный до дома допинал и где-то у меня настолько это злость внутри тогда была которую я не проявил и и что получается то есть человек вот эту злость пронес до 50 там с лишних лет да это злость ему давала в какой-то момент возможно силы для преодоления какие-то этот опыт возможно давал ему какое-то терпение агрессию там и так далее но счастливой жизни для счастливой жизни это нет никакого от этого толку понимаете то есть человек не получил от этого никакой пользы мало того отец ему травму нанес и еще вот так и на вот эту травму накручиваться все проблемы человека мало того и так проблему человека но у него еще накручиваться поверх травмы которые нанес отец это мужчина пронес эту травму всю жизнь я так понимаю что пол казахстана с таким живет Просто мужчины приходят реже к психологам, психоаналитикам, психиатрам самостоятельно, во всяком случае. И представляете, у него вот это все накрутилось. Это очень здорово мешает реализовывать свои какие-то планы, цели. И, конечно, у такого человека это, как называют, пресловутая точка бифуркации. Тогда, когда уже все будет другим. Тогда, когда так, как ты раньше жил, так ты уже не будешь, ты не сможешь. И поэтому это все вот так выводится. Поэтому так и возникает психосоматика. Такие люди, если болеют, они болеют. И после таких выходов, после таких всплесков эмоциональных выбросов из тела, конечно, тело чувствует себя лучше. Во-первых, ты сразу попадаешь в состояние, как будто ты вышел только после бани, или после массажа, или после офигенного секса, который продолжался 3 часа. То есть, ну вот что-то такое. И, конечно, и дышится тебе по-другому. И тело функционирует иначе. То есть, ну вот, круто. Поэтому, конечно, такие процедуры, они важны. И на фоне этих выбросов проходят очень многие заболевания. Потому что органы начинают по-другому себя чувствовать. Кровь идет, энергия идет, ну и так далее. Но это случайно. Вот само исцеление, оно происходит случайно. То есть, мы вытаскиваем основной вот этот вот ком всяких каких-то деструктивных установок у человека, деструктивных эмоций, мыслей. Он это выгружает, и у него начинается новая жизнь. Но такой цели, просто какой-то период ко мне ходили, а у меня там сердце были, а у меня там были. Я говорю, я не целитель. Если какие-то вещи такие происходят, это случайно, я не специально. То есть, я специально не могу там зрение восстановить. Потому что был случай, когда зрение восстановилось у чувака. Он за мной 2 недели ходил, что-то сделал. А я ничего не делал, он друга привел рядом, просто сидел. Я с ним даже не работал. А у него зрение стопроцентное стало. Представляете? И если бы я знал, что я ему сделал, я бы сказал, я тебе сделал вот это, у тебя поэтому вот так. Понятия не имею, что произошло с ним. Но, видимо, что-то он услышал, что ему открыло глаза. Если бы я конкретно мог знать, что там, как зрение восстановить, точно со стопроцентной вероятностью, я бы, наверное, уже точно был мультимиллионером, долларовым. Я бы зрение восстанавливал всем. Но, к сожалению, я так не могу. Поэтому именно за исцелением только случайно. То есть никаких гарантий, ну вообще гарантий никаких нет в этом, конечно, всем. Поэтому психосоматика – это внутренний поиск собственных обид. И тогда, когда ты их нашел, оно выходит. Но такой человек, как я или психолог, коуч, он иногда может найти вот эту психосоматическую, вот этот триггер, его можно ковырнуть, психолог может провалить тебя в те деструктивные эмоции и их выпустить из себя. Как джинна из бутылки, он выйдет, и у тебя все пройдет. И отсюда выходит там оздоровление, исцеление и так далее. Поэтому вот так. Напишите тоже в комментариях, верите вы в психосоматику, не верите, в энергии верите, не верите, потому что следующие эфиры, я так понимаю, не будут все, ну, такие сложнее, с более такими тонкими вещами. Но давайте посмотрим, как пойдет. Ну, а на сегодня, наверное, все. Всем хочу пожелать удачи, сил, здоровья. Нажмите на колокольчик, поставьте пальчики вверх. Увидимся, друзья. Пишите в комментариях темы, которые вас интересуют. И мы их обсудим за стаканчиком воды, еды или просто так. В общем, приходи еще в байки психолога.